Спонсор этого видео кворк.ру. Кворк это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Поручите задачи фрилансерам и занимайтесь тем, что действительно важно. Ссылка в описании. Всем здравствуйте, уважаемые. Прошлый выпуск новостей посмотрели в целом очень даже хорошо. Я приятно удивлен. Спасибо. Очень вами понежен. Искренне приятно. Поэтому я решил, что второй не будет заставлять себя долго ждать. И поэтому конкурс без приза. Призом будет то, что мы выберем ваш вариант. Объявляется конкурс на название этой рубрики. Потому что я не знаю, как ее назвать. Не буду же я просто каждый раз говорить. Новости. У всех есть новости. У нас когда-то был текстрим шоу. Но это совсем не то, что было раньше. Но если у кого-то есть пожелания, мысли, комменты в вашем полнейшем распоряжении. Если у кого-то будет гениальная, креативная мысля, мы ее заюзаем. Вам, возможно, будет приятно. Ну, это так чисто добровольно, непринудительно. Переходим к новостям. И, кстати, с этого выпуска у меня в руках будет вот этот iPhone SE прекрасный. Дмитрия Леонидовича. Не 2020, а первого поколения. Потому что там живет моя шпаргалка. И первая новость у нас касается компании LG. Ее директор, который пришел, кстати, на этот пост, генеральный директор. Он же SEO. Он же, как он там называется? Короче, самый главный дядя. Которого зовут Квон Бонг Сок. Заявил о том, что 23 квартала подряд, а это примерно всего-то 6 лет, компания LG терпит жесткие убытки на своем мобильном бизнесе. И при этом, когда человек этот пришел на должность, он трезво видел, он понимал всю эту ситуацию. И сказал, что хлопцы, не очковать. Папка пришел, мы сейчас все зарешаем тут. И мобильный бизнес LG будет делать деньги. А не делать убытки в 4,5 миллиарда долларов. Кошмар. И он решил делать акцент на устройство с вау-факторами. Такими стали LG Wing, поворачивающаяся. И вау, классный, офигенный дизайнерский LG Velvet, который я вообще не проникся, не прочувствовал. Но, типа, кому-то зашло. Ну, в общем, так вот зашло, что до сих пор убытки идут. И пускай есть некоторые модели, которые берут за живое и многим нравятся. К сожалению, в общем и в целом, это направление бизнеса у LG скорее является балластом. Я вот помню, был прекраснейший LG V30. Сейчас я жене купил LG G7. И тогда LG V30, это была пушка. Он работал быстро, он был с аудио-чипом. Он был весь такой прикольный и в офигенном цвете. И им хотелось пользоваться. Сейчас уже не свежий LG G7 я взял супруге. Но он справляется со всеми задачами, что она на него возлагает. С запасом. Это уже не свежий смартфон. У него охренительный экран, на который приятно смотреть. У него адекватная камера. У него тоже есть хай-фай-чип. И он в руке сидит офигенно. И мне кажется, что продукты LG в мобильном направлении. Мы сейчас тут про это говорим. Не про стиралки или кондиционеры. Это был очень интересный и важный кусок такой рынка, который, к сожалению, с Украины ушел. И поэтому у нас официальные их смартфоны уже давненько не продаются. И мы рискуем тем, что скоро они не будут продаваться нигде. Потому что дяденька, еще раз его имя, Квон Бонг Сок, решил, что мы либо закрываем бизнес, либо продаем. Вот вам и осуждение в адрес Huawei, который впарили Honor. Не только у них все не сильно хорошо, но по разным причинам. Но, в общем, есть вероятность, что этот бизнес просто кому-то уйдет. Тем не менее, этот самый Квонг Бонг Сок сказал, что, уважаемые сотрудники LG, не волнуйтесь. Мы никого на пенсию не отправляем, никого не увольняем. Мы вас просто переведем в другие отделы. Так что вы не пострадаете. Мне обидно. Есть огромная вероятность того, что рынок окончательно потеряет одного очень интересного игрока. И, в частности, они сейчас на CES 2021 показали растягиваемый смартфон. Существует определенная вероятность, что в серию, в серийный выпуск, скажем так, он не войдет. Потому что, в принципе, как я сказал, мобильное подразделение, возможно, закроют. Вторая новость у нас касается компании Mediatek, которые, наконец-то, выкатили свои два новых процессора. Dimensity 1100 и 1200. 1100 – это чутка разогнанная тысячная серия. Ну, 1000+, по-моему, сейчас актуальнее, да? Вот 1100 – это еще мощнее, но по факту то же самое. А 1200 – это почти то же самое. И, естественно, мощнее детали сейчас расскажу. Давно их тизерили, давно в сеть утекали какие-то детали. И, наконец-то, это произошло. И уже сейчас компании Redmi и Realme, которые, в свою очередь, являются суббрендами Xiaomi и Oppo, всерьез заявили о том, что они уже в 2021 году готовы штопать смартфоны на базе этих камушков. Это, несомненно, хорошо. Потому что, насколько я понимаю, процессоры на текущем сверхфлагмане, который сейчас уже в смартфонах встроен, то есть Dimensity 1000 и 1000+, – это достаточно производительные машины, скажем так, за немного денег. И это прекрасно, потому что кто-то должен составлять конкуренцию тем же Qualcomm, о которых мы, конечно, сейчас поговорим. И кто должен не просто там конкурировать, а быть альтернативой, потому что, например, сейчас против Huawei санкции. И было бы неплохо, допустим, чтобы на том же Dimensity 1200, если вот совсем уж никак по-другому не получается, те же Huawei могли штопать свои флагманские или хотя бы субфлагманские смартфоны. Альтернатива, она должна быть всегда, если, например, к тому же Qualcomm, у доступа у компаний просто нет. Или же нет денег на эти продукты. Теперь, собственно, о процессах. Что Dimensity 1100, что Dimensity 1200 – это 6-нанометровые камни. Дальше характеристики я буду тупо зачитывать, но они будут прям очень сильно рядышком. Берем для начала Dimensity 1100. Значит, у нас там 4 производительных ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц. Их 4. И еще 4 энергоэффективных с частотой 2 ГГц. Графика Mali-G77MC9. Теперь пауза. Теперь мы берем все точно то же самое. Но производительных ядер на 1 меньше. То есть энергоэффективных все так же 4. А высокопроизводительных 3. И частота у них та же 2,6 ГГц. Но есть плюс одно сверхпроизводительное с частотой 3 ГГц. И это A78. Графика остается та же, те же прекрасные 6 нанометров. И дальше идет немножечко у нас отличий, которые позволят разделить все-таки вот субфлагманы. Они будут на 1200. А уже еще четко дешевые доступные модели будут на 1100. Итак, что же у нас там из интересного? 1100 поддерживает Quad HD экраны с разверткой 90 Гц. И Full HD Plus экраны с разверткой 144 Гц. Тогда как 1200 и Dimensity будут поддерживать с Quad HD все те же 90 Гц. А Full HD Plus будет поддерживать 168 Гц. Это первое, вернее получается это второе отличие между ними. Третье, Dimensity 1100 будет поддерживать модули камер до 108 Мп. И 1200 будет поддерживать 200 Мп камеры. Вроде бы как по крупному счету все, но есть еще одна очень интересная особенность. Эти замечательные чипы, как и 1100, так и 1200 будут поддерживать трассировку лучей. И это типа вау, когда нам об этом заявили, скажем так, в рамках компьютерного железа. Все такие типа, эээ, ну наверное интересно, но что с этим делать и что с этого вообще получится. Мы прождали какое-то время и начали выходить игры, оптимизированные под это все. И мы имеем на данный момент их огромную массу. Они обладают дополнительной реалистичностью. И в это хочется играть, потому что это еще сильнее тебя погружает в игровой процесс. Все круто, базар анима. Но мобильный гейминг, он развивается не так быстро. И на данный момент, насколько я понимаю, с реально опупительной графикой у нас есть. Геншин Импакт. И по-моему там карточная игра какая-то. Или шо. И все. Все остальное, ну например те же танки, да там нахрен не нужна трассировка ручей, пабг тоже. Че там еще осталось? Но тем не менее, возможно это будет мощный такой толчок мобильному геймингу. И будет прикольно, если его сделали не Qualcomm, а Mediatek. И это все будет не просто пустозвонство, а реально рабочая технология. Что вы об этом думаете? Пишите в комментах. Рекламная пауза. Интернет-магазин Vuki.com.ua это большой выбор аксессуаров для практически любого современного смартфона. Там есть не только чехлы, но и пауэрбэнки, автомобильные держатели, стекла, пленки, наушники и многое другое. Ссылочка будет в описании. И следующая новость у нас касается компании Qualcomm, которая выпустила более мощный процессор, чем 888. Ну на самом деле он лишь частично более мощный и производительный, но об этом мы естественно конечно же сегодня поговорим. Юмор в том, что есть такой классный 888 Snapdragon. Есть такой классный 865+, который сейчас установлен в большом количестве флагманов в 2020 еще года. Компания Qualcomm взяла 865 и тупо его разогнала. Получился 870, в котором есть одно ядро, которое в свою очередь называется Cortex-A77. Одно, у которого пиковая рабочая частота 3,2 ГГц. И это аж на 100 МГц мощнее, чем самое производительное ядро в 888. Пускай он по огромному количеству других характеристик интереснее, чем в 870, но самое пухлое, мощное, мясистое, мускулистое ядро у более доступного, более простенького процессора оказалось мощнее. Как с этим теперь жить, я понятия не имею, но в принципе мы с вами выигрыши, потому что именно этот процессор получат все как бы типа субфлагманы от тех брендов, которые не сильно любят Mediatek. О котором мы пару минут назад говорили, да? И поэтому юзают только Qualcomm, и поэтому допустим какой-то там Galaxy S21 Lite, который возможно выйдет ближе к концу 2021 года, возможно получит именно 870 снапдрагончик. И он будет очень даже быстрым, замечательным, классным. И это будет и доступное как бы, ну типа доступное решение, при этом актуальное. Коротко по характеристикам этого самого процессора. Он 7-мм, он построен на базе, как я уже сказал, 865+, одно ядро сверхпроизводительное Cortex-A77 с рабочей частотой до 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A77 и четыре ядра Cortex-A55. Adreno 650-е, почему-то мне так захотелось сказать, я подумал, почему бы и нет. И это тот же самый VEDAC, который находится и в 865-м. Там пока не сильно разжевана его рабочая частота и так далее и тому подобное. Возможно там на полмегагерца он будет быстрее, чем в 865-м. Но конкретно в принципе Adreno тупо тоже, без изменений. Есть небольшие отставания от 888-го, в частности, например, нет Wi-Fi 6i. Кому он надо и насколько он критичен, я не знаю, но вот, например, просто Wi-Fi 6 есть. А кроме этого, это полный аналог, вот кроме того самого ядра и некоторых порезанных функций типа Wi-Fi 6i, это полный аналог 865-го Snapdragon. И компании OnePlus, Motorola, Oppo, Xiaomi и iQ, которая является суббрендом компании Vivo, они уже заявили, что на базе этого процессора они планируют выпускать свои смартфоны в 2021 году. Смотрите, год только начинается, мы уже примерно знаем, кто там на чем планирует свой конструктор собирать. Я в принципе очень и очень жду решения на этом именно процессоре, потому что я более чем уверен, что производительной мощности 865-го на данный момент просто выше крыши он рвет и мечет все. Если там более и менее нормально организована система охлаждения и не самая медленная память стоит, то он тянет тупо все, а тут он еще и разогнан будет. И это решение будет чуть-чуть дешевле, чем варианты на 888-м. Так что субфлагманы 2021 года имеют право на жизнь и выглядят предварительно так. Очень даже многообещающе. Новость номер последняя на сегодня касается компании Samsung. И обратите внимание, вот январь 2021 года, он уникален. Дима, я помню, в нем хвалил Xiaomi, ругал OnePlus, а сейчас Сережа будет хвалить Samsung. Вот, и я не знаю, как это объяснить, но тем не менее, и кстати, эта тема касается презентации Galaxy S21. Как вы знаете, на ней были показаны аж три версии Galaxy S21 в разных цветах. Мы их читать не будем и по памяти версии тоже. Вот, но кроме этого нам показали теги, а кроме этого нам показали наушники. И компания Samsung не была бы компанией Samsung, если бы они не сделали класснейшие аксессуары для своих наушников. Вот они. Выглядят они, конечно, странно, кто-то скажет, но на самом деле это типа как бы накладка на кейс, в котором лежат наушники. И выполнена эта накладка в стиле смартфонов 2000-х годов, а именно модели SGH E700 и T100 компании, я не знаю, линейки Anycall. Вот, это выглядит очень забавно, очень прикольно, и ты такой типа идешь там с коллегой или там с подругой, или похрен с кем ты вынимаешь из кармана такой Anycall таких размеров, да? И она такая типа, чувак, а что это такое? А это ты его разложил, а там наушнички твоих Galaxy Buds. Выглядит няшно, офигенно, интересно. Я реально очень сильно одобряю, классно сделали. Ну, в принципе, для корейцев это нормально, потому что это нация, которая любит там все вот эти няшные приколюхи, и не будем упираться в аниме и так далее. Но, в общем, они там это одобряют. Это такой там стиль, мода, жизнь и так далее. Сделано классно, и единственное, что грустно в этой истории, то что такие вот приколюхи будут бесплатно раздаваться всем тем, кто закажет новые Galaxy Buds в Корее до 31 января. То есть, прям тут по месту, в Украине, России, Казахстане, Белоруссии, Молдове, ты это не купишь, на жаль. Но, возможно, можно где-то заказать и доставить сюда, если сильно тоже завлекло и понравилось. А так, потом, у них там же в Корее, их можно будет купить примерно за 30 долларов. После уже января они будут доступны. Этот выпуск у нас заканчивается. Я надеюсь, понравилось. Если да, то не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Не грех нажимать лайк. Нам это очень приятно, полезно и вообще так делать хорошо. Вот здесь вот у нас всплывает наш Patreon, список действующих членов нашего сообщества. Там, в описании ролика, есть ссылочки на донат и на Patreon. Кто хочет присоединиться, кто хочет задонатить, you welcome, вперед. Нам будет безгранично приятно. Оставляйте дальше свои пожелания по этой самой рубрике. Можем голосовать за то, какой мультик будет на фоне меня в следующий раз. Но с локацией, если у кого-то там есть пожелание еще менять локации, это уже сложно. Потому что из доступных остались только старые добрые полки, разноцветные. Я думаю, вы их еще ни разу видите. Спасибо, что смотрите. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferrum.com. Пока-пока.